Солдатом можешь ты не быть, но патриотом быть обязан. А еще ворошиловским стрелком, мотогонщиком и пилотом. Это он сделал такой величественный круг почета. Задачи в принципе остались те же самые у нашей организации. Это укрепление обороноспособности страны, потом воспитание граждан, патриотическое воспитание граждан. Второе основное направление наше подготовка специалистов для вооруженных сил. Третье это развитие авиационно-прикладных и технических видов спорта. Говорим Ростоп, подразумеваем автокурсы, кинологический кружок, в редких случаях аэропорт Калачева. Там экстремалов и романтиков катают на голубом вертолете за пару тысяч рублей. Ветераны вздыхают не патриотизм, сплошная коммерция. Даже при тех финансовых возможностях, мы даже парады кораблей, у нас так называемых лодок, просто там пруд хороший у нас, устраивали по инициативе ДОСААФ. Соревнования по гребле, конно-спортивные соревнования устраивали. ДОСААФ появился в 1927 году. Армии и флоту требовали собученные морально устойчивые патриоты. Спортивно-техническая организация воспитала героя Советского Союза Моресева, маршал авиации Покрышкина. ДОСААФ начинался с стрелков, я так думал. С Ахим был, Ворошиловский стрелок. Готовились шофера, готовились все. Особенно в войну. Вот наша Челябинская область, огромный целый батальон и лыжников участвовали в войне. В мирное время в рядах патриотов заметно редеет. Старшее поколение уходит на пенсию, юная отсиживается в тылу. Инструкторы и преподаватели жалуются, студента к ним волоком не затащишь. Молодежь в армию не рвется, она от нее наоборот косит.